Привет, дорогие друзья, меня зовут Сергей Лав, и сегодня я вам покажу Ну, хотя, скорее всего, кто интересуется Старситизом, всё это уже видел Но, тем не менее, я покажу вам Арккорп, это первая итерация социального модуля Она у меня подлагивает, к сожалению, нужно было что-то сделать Но банально сейчас нет времени, и, в принципе, этот ролик такое продолжение ролика Парбокрафта Он вышел, наверное, для вас на несколько дней раньше И в нём я рассказываю, касаемо, почему так тяжело у меня с роликами Почему они так выходят мало И, в принципе, сама вот эта первая итерация социального модуля Она вышла ещё несколько недель назад Но руки дошли у меня снять только сейчас И то не в таком виде, в котором я хотел бы его снять К сожалению, нет времени всё это нормально смонтировать Нормально написать текст, что-то вам рассказать Тем более, что рассказать чего-то нового и оперативного я вряд ли вам смогу Могу лишь показать картинку, как круто выглядит Просто им бы невероятно круто выглядит Star Citizen Ну, хотя, кто бы в этом сомневался Но теперь, да, спустя там вроде три месяца Или почти полгода с опозданием нам таки показали Ну и дали возможность выйти из своего тесного ангара Относительно того, как нам обещали это сделать Вот, и уже можно побродить здесь Как видите, здесь бродят тоже разные ребята Всё это рассматривать, сделать Здесь, в принципе, вообще ничего нельзя Здесь нет ни денег, ничего, на что бы вы могли их потратить Здесь есть просто несколько локаций, куда можно посмотреть Походить и посмотреть Пофигевать с уровня детализации Пофигевать с атмосферности Ну, не знаю, ни одного проекта нет Вряд ли будет когда-либо соизмеримого со Star Citizen Нет, может быть, когда-нибудь, там, лет через 20, через 30, конечно же Времена изменятся И Star Citizen устареет Но на данный момент это единственная вещь Которая способна меня впечатлять Которая я способен ждать Но даже вот, несмотря на то, что Какой я ярый фанат Star Citizen Как я его буйно жду У меня появилась возможность в него зайти Вот, посмотреть просто на локации Много-много дней спустя Относительно того, как их выпустили Именно из-за того, что я слишком занят бесконечным холодом А если вы представляете Если в эту всю красоту Играть еще и с Oculus Rift Это же будет вообще просто нереальнейшая имба Я, наверное, даже ради такого дела Куплю этот самый Oculus Rift Если здесь оно будет реально выглядеть все очень круто И если это только планеты выглядят Прям вот, ну, просто потрясающе Здесь даже мусор потрясающий, ребят Ни в одной игре нет такого детализированного мусора И бродить здесь можно, наверное Часто точно можно будет бродить Но это зависит от того, насколько вы Рассматриваете детали все И вот, по крайней мере, роликов каких-то снимать Чисто вот на фон Просто зашел там Походил медленно Чтобы записать какой-то подкаст Здесь можно написать этих роликов Ну, много Ну, по крайней мере, кадры появились А то раньше космос, да космос Ангар, да ангар И вот даже хочется записать какой-нибудь подкаст По Star Citizen Какая-то новость вышла там радостная И вот не знаешь, где взять даже какой-то видеоряд Логичный под все это Потому что, ну, суть все-таки рассказа Это поделиться своими эмоциями, впечатлениями Они, конечно, захлестывают Вы бы видели, сколько у меня было эмоций Когда я первый раз зашел Когда я вот прям пробивался сквозь очереди Было очень тяжело попасть на самом деле На сервера в первые там Даже спустя 2-3 дня Я думал, казалось бы Я просто слышал, уже читал, что тяжело зайти на сервера И казалось бы, ну, там прошло 2-3 дня Я думаю, ну, вроде поутихло А фиг там, все равно не пробиться было И я, когда пробился У меня просто был экстаз С того, что здесь есть Но записать я, к сожалению, все это не мог Ну, потому что это было бы очень такой Похоже на пьяный экстаз Под бутератом Потому что я был очень уставший И очень-очень никакой Вот Но сейчас уже Чувства у меня поумерились Но все равно это просто нереально Круто Вот прям вот где-нибудь засесть бы И наблюдать за тем, что здесь происходит Хотя, казалось бы, здесь ничего не происходит Но все О, вот это происходит Хорнет Надо покупать Хорнет Она прям намекает Вот Здесь бродят люди Такие же, как и я Чипенцы, которые рассматривают Которые отдали 2,5 куска рублей За то, чтобы бродить по локации 50 на 50 метров Спустя полтора или два года Они вгрызаются в каждый метр этой локации Чтобы отбить все эти деньги потраченные Вот Но вы сами понимаете, что это лишь начало Это лишь первая версия Тут еще есть зоны, которые На данный момент заблокированы дверьми Но в дальнейшем они будут открываемы И там тоже будут зоны, куда можно будет попасть Там будет все круто Это всего лишь один из городов По сути дела Одна из локаций Даже не только городов Не знаю, как тут грамотно сказать Наверное, кто скрупулезно со всем этим следит У него там кровь из ушей С таких терминов Но я называю вещи так Как приходит мне это на ум И извиняйте Кому с этого становится плохо Вот Но тем не менее Это только начало Будут продолжения этого социального модуля То есть улучшения Вот видите, там уже Тю-тю не попасть туда В дальнейшем мы туда попадем Соответственно будут и новые модули Это модули, естественно В первую очередь Мульти-крю Скорее всего это выйдет ближе к концу года Я так понимаю Это возможность на одном корабле Летать с друзьями В свой ангар Прекращать друзей И соответственно Будут большие корабли То есть Ну смысл летать на милипизированном корабле В два человека Будут корабли, которые будут требовать Действительно мультиуправления То есть один пилотик Там кто-то управляет щитами И так далее, и так далее Это тоже большой шаг К постоянной вселенной К релизу Star Citizen То есть этот модуль И вот мы его увидим Ну не знаю насколько скоро Но мы его должны будем увидеть А также еще и модуль Шутера от первого лица Который должен вроде как Привнести еще дополнительные Плавные анимации Ну уплавнение анимации Насколько я понял из новостей То есть сейчас этот модуль выпустили На старом версии Анимации На старых версиях Ну уже чуть-чуть устаревших Вот И это с выходом FPS поправится Соответственно FPS Принесет еще и улучшение анимации Ну по крайней мере я Так понял Если в комментах вы знаете лучше В комментах всегда находится чувак Который знает лучше Вы это расскажите Поправьте Потому что Тоже найти нужную информацию Не всегда удается Пушки Блин Пушки хочется пушек Собственно мы их будем покупать В дальнейшем Мы их будем использовать Мы их будем Тратить Находить Куда-нибудь Прессовывать Ныкать на корабле И заниматься Прочей ерундой Которая Возможно заниматься В целой вселенной Что-то есть Нет Там какое-то просто помещение И там ничего нету Но может быть там Проводят какие-то испытания Или кого-то убивают Тех кто пытается стыбрить Что-то с витрина Хотя я не вижу Реальности это сделать К сожалению Вот Но ребят Как мог Показал вам Этот модуль Вот Это очень-очень важное событие С учетом того Что предыдущий Такой крупный релиз Был просто нереально давно По сути Это был Докфайт Это было сколько там Год или полтора назад Когда вышел Докфайт Вот Это второй модуль Вы видите Как долго его пришлось ждать Но я все-таки верю и надеюсь Что с каждой сделанной Работой Остается чуточку меньше И И следующего Какого-то обновления Такого же крупного И масштабного Когда можно зайти И попускать килотонны слюней Время До этого релиза Будет меньше Все-таки Ребята Там очень большой штат У разработчиков В разных городах И даже странах Они работают параллельно Что позволяет Относительно одного Модуля Не задерживать Релиз другого модуля Вот Но ребят На этом У меня уже все Пишите комментарии Ставьте лайки Вот ты чувак Ты что не поставишь лайк мне Ты что пятишься С тебя лайк Ты понял Ты что напялил на себя Думаешь это защитит тебя Без лайка Я бы его сейчас Туда бы спустил бы Жалко нет Пинка Функции пинка Она бы не помешала бы мне Но на этом Ребят У меня все Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok